Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начнем мы с ветерана-рыболова, который ловит креветок Джеральда Риммера. Он ловит креветок при помощи траулера. Вы, конечно, скажете, что траулер – это судно. Но дело в том, что вода здесь такая мелкая, поэтому огромные грузовики прекрасно справляются с этой работой. Джеральд занимается этим уже почти 60 лет. Но так как морское дно постепенно засоряется, креветок становится все меньше и меньше. И ловцы креветок сами по себе превращаются в особей, которых впору заносить в Красную книгу. Я начинал в 1949 году, и в то время одновременно работали до 45 тягачей. 45 тягачей. Да, в то время мы использовали лошадей и повозки. Сейчас же их всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но даже им приходится тяжело. Раньше я зарабатывал гораздо больше, имея лошадь, чем сейчас. Это было удобнее? Да. Я мог зайти поглубже и не боялся, что застряну или сломаюсь. Лошади не умеют ломаться. Нужно ее завернуть. Я намокну? Ну, вероятно, да, только не тяните ее. Хорошо. Креветок отделяют от остального улова при помощи специального сита. Джеральду повезло. На этот раз ему попалась парочка тихоокеанских малородов. А вот это тюрбо, маленький тюрбо. Ух ты какой. Но ведь он должен вырасти и стать очень большим. Да, конечно. Малышу тюрбо сегодня повезло. Его выпустили обратно в море. А вот креветки остались в корзине. В сезон Джеральд вылавливает по три таких корзины каждый день. Чтобы сохранить свежесть креветок, их нужно немедленно отварить. Те, кто из вас родился, когда стиральные машинки еще только-только появились, наверняка узнают этот агрегат. Это старая стиральная машинка, и раньше ее использовали по назначению. Не стирали белье? Да, только это было уже давно. Просто гениально. Это антиквариат. А вот и наши креветки. Да, они уже отварены. Самые, что ни на есть, свежайшие. Да. Как и все остальные ловцы креветок, Джеральд отваривает креветки, чтобы их было легче чистить. И его жена ему за это весьма благодарна, так как ей приходится каждый день очищать креветок по весу больше в два раза, чем она сама. Возможно, я немного преувеличил, но она действительно чистит очень много креветок. Затем креветки попадают сюда, в центр производства консервированных креветок с аутпортом. Джеймс Питт – бывший рыбак, который теперь занимается тем, что консервирует креветки. Он относится к той категории людей, у которых есть свой собственный тайный рецепт приготовления. Здесь у нас молотый мускатный орех. Понятно. На самом деле, даже его шелуха. Шелуха, да? Да. Немного перца, каенского и соль. Мне не следует вам все это рассказывать. Экспериментируя с ингредиентами, я пытался сохранить вкус самих креветок. То есть вы убирали некоторые компоненты, да? Да, уменьшал их количество. А некоторые убрали совсем, да? Я могу сказать, что они сладкие. Они слаще, чем обычно. И причина, может быть, заключается в местной свежей воде. Вполне возможно. Недавно Джеймс попросил одного инженера придумать для него специальный прибор для расфасовки креветок. Но старая баночка из-под салата оказалась для этого более подходящей. А этот инженер знает об этом? Я ему ничего не сказал. Итак, остается только положить немного масла в каждую баночку, и наши креветки готовы к тому, чтобы дополнить любое блюдо стола. Если главным блюдом на вашем столе является мясо в горшочках, то овощи лучше подавать в самом начале, а не в качестве гарнира. Давным-давно брокколи называли спаржей для бедных, что в моем понимании весьма обидно. Но так как спаржа отлично сочетается с голландским соусом, то и наши брокколи, думаю, отлично поладят с креветками из Саутпорта. Я не собираюсь их поджаривать, я хочу, чтобы только растаяло масло. Далее нужно выдавить половинку лимона, затем добавим буквально капельку сливок. Теперь нужно их перемешать, чтобы они узнали друг друга получше. Мне понадобится одно яйцо. Остаток лимонного сока я добавляю в желток и взбиваю как следует. Горячее масло поможет соусу дойти до готовности. Теперь у нас получился отличный голландский соус. Как видите, брокколи тоже готова. Она стала достаточно мягкой, и ее уже можно полить соусом. Думаю, многим из вас сейчас захотелось попробовать эту ароматную брокколи. Вот поэтому мне нравится быть шеф-поваром, так как я могу попробовать ее сейчас и прямо руками. Попробуем. Потрясающе вкусно. Для моего основного блюда нам понадобится отправиться в Ланкашер. Это гончарная мастерская, и я надеюсь, Дилон Кросс научит меня делать самый важный ингредиент для любого блюда в горшочке. Сам горшок. Но сначала нам нужно уяснить разницу между керамикой и фаянсом. Керамику обжигают при более низких температурах. Она более пористая и легкая. И звучит вот так. Фаянс обжигают при более высоких температурах. Он плотнее и звучит вот так. Понятно. Он не сломан. Просто не настроен. Точно, не настроен. Традиционные горшочки из Ланкашера имеют высокие борта, чтобы в них могли спокойно помещаться косточки. Но мы начнем с чего-то поменьше и полегче. Это теория. Нужно попасть в самый центр. Теперь я буду слегка разминать глину руками. Глядя на вас, не скажешь, что это очень сложно. Сложно сделать только первую тысячу горшков, понимаете? Такой способ приготовления еды в горшочках появился во время промышленной революции. Люди были вынуждены работать по много часов, поэтому они ставили горшочки на медленный огонь утром перед работой и снимали их вечером, когда возвращались домой. Хотите попробовать? Да. Хотите повеселиться? Постарайтесь попасть в центр. Фантастика. Сначала крутите быстро, а потом медленнее, и не забывайте добавлять побольше воды. Он не слишком-то двигается. А теперь совсем не получается. Останавливайте круг. Честно говоря, я рассчитывал, что мои навыки шеф-повара помогут мне в этом деле. Но даже терпение Дилана не спасло ситуацию. Это был настоящий кошмар. Дилан явно не вовремя решил попить чаю. Не помню, что он говорил. Может, нужно делать вот так? Нет. Как это... А! Наступил момент, когда я мог бы объявить, что сделал этот горшочек сам. Но на самом деле я не стал бы доверять горшку собственного изготовления. Но прежде чем положить продукты в горшочек, нам нужно приготовить основу. Сначала слегка обжарим мясо. Для этого подойдет ягнятина из Уэльса, или северо-запада Англии. Дальше мы режем лук, не очищая кожуры. И кладем немного моркови. В очередной раз я убеждаюсь, что определить время, когда продукты нужно переворачивать или прикладывать в горшочек, достаточно легко. Просто нужно дождаться, когда от них пойдет вкусный запах готовой еды. Добавляем немного воды, оставляем все это кипеть на медленном огне. Вскоре основа будет готова, и можно будет переложить мясо в горшочек. Как я и сказал, вскоре все отправится сюда, в этот замечательный горшочек. Далее в программе я отправлюсь на поиски идеального миндаля и слив, для того, чтобы испечь вкуснейший традиционный пирог. Отличная английская кухня с Томом Нортон Дэвисом. Итак, на ваших глазах я приготовил уже брокколи на пару, заправленную соусом с креветками. Мясо в горшочке тоже почти готово, но мне осталось еще приготовить традиционный английский пирог. Я обжарил ягнятину, затем довел ее до кипения в небольшом количестве воды. Отделил кости от мяса. У меня остался еще прекрасный мясной бульон. Сверху плавает немного жира, но вы можете его собрать, если хотите. Я лично этого делать не буду. Это придаст моему блюду особый аромат. Вот теперь мы готовы переложить все ингредиенты в горшочек. Сначала кладем лук, затем мясо. Потом идет морковь, и после этого я добавляю мой секретный ингредиент. Китайский устричный соус. После этого нарезаем немного картофеля и укладываем его сверху. На этом этапе каждый из вас может проявить всю свою фантазию. Делайте, как вам заблагорассудится. Теперь нужно поставить горшочек в умеренно прогретую духовку примерно на час или полтора. Нужно, чтобы картофель стал мягким, а затем мы сольем жидкость и поставим горшочек еще на некоторое время в духовку. Этот пудинг, по сути, мой вариант традиционного английского пирога. За первым ингредиентом мне пришлось отправиться в Першо, что в графстве Вустершир, где все сходят с ума по сливам. Этот фермерский рынок раз в год становится центром фестиваля слив, во время которого устраивают множество развлечений и аттракционов. Я познакомился с организатором этого праздника Хиллари Филпот, которая предложила совершить небольшую прогулку по реке Эван и выпить чаю со сливовым вареньем. За этим приятным занятием она и рассказала мне об этом празднике. Этот день посвящается сливам всех сортов. Мы ожидаем, что сюда приедет около 7 тысяч людей, поэтому придержали немного урожая, чтобы продать его сегодня. В нашем аббатстве мы устраиваем экскурсию, во время которой людям рассказывают о том, как выращиваются и собираются сливы. Здесь у нас есть много деревьев, которые можно купить, и сливы, которые можно попробовать. Моя бабушка всегда делала такой пудинг со сливовым джемом, хотя это исторически неправильно. Но если вы однажды попробовали смесь из миндаля и сливового джема, вы уже вряд ли согласитесь на что-то другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получится отличное рождественское лакомство. Вот этот сорт очень сладкий. Тот, что мы собираем, называется Виктория, а это Эскалибур. Его вывели только в 80-х годах. Мне кажется, я не пробовал таких слив раньше. Очень сочное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торговля на рынке идет полным ходом, и собранный нами урожай пришелся как нельзя более кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но самым главным событием дня для меня стал запуск игрушечных медведей с парашютом. Правда, непонятно, что у них общего со сливами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И кто сказал, что мы, британцы, эксцентричны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь пришло время купить немного сливового джема для моего пудинга. Мне нравится этот вкусный кирпичный красный цвет, который дает сливовый джем. Я люблю использовать его в качестве ингредиента. Самое главное в приготовлении теста это использовать охлажденные продукты. Вы можете даже поставить муку в холодильник, это тоже не повредит. Масло лучше всего потереть на терке. Теперь нужно все быстро перемешать. Добавляем сахар и яйцо. Перемешиваем все это. А теперь я возьму нож, чтобы перемешать тесто. Именно нож, а не ложку. Посмотрите, я мешаю тесто достаточно нежно. Быстро, но без особого усилия. Видите, я совсем не вспотел. Не нужно прикладывать на этом этапе много сил. С тестом главное не переусердствовать. Еще одна ошибка, которую допускает большинство людей, это то, что они не дают тесту отдохнуть. На самом деле, после того, как вы его замесили, необходимо положить его в холодное место и немного подождать. Я положу наше тесто в холодильник, но прежде заверну его в пищевую пленку. Некоторые продукты способны впитывать запахи, а это нехорошо. Ведь там может храниться лук, и тогда у вас получится луковое тесто. Звучит глупо, но такое случается. Вот это тесто я замесил немного раньше, и оно уже достаточно твердое, чтобы его можно было раскатать. Я посыпаю его мукой и слегка раскатываю. Иногда, чтобы твое изобретение обрело жизнь, нужно его как следует попросить об этом. Наверное, я сейчас похож на учителя. Мягкий, но строгий. Вот так. Теперь, пока тесто снова отдыхает, вернемся к нашей начинке. Нам потребуется миндаль. Исторически в пудинг не добавляли миндаль. Его делали с заварным яичным кремом. Но затем в пудинг стали класть миндаль. Это случилось еще в средние века. Миндаль растет в странах, где гораздо жарче и суше, чем в старой доброй Англии. Один из моих любимых импортеров находится здесь, в Лондоне. Уэнди Сейл возит для британских шеф-поваров продукты из Испании уже 20 лет. В том числе она привозит и орехи. Это похоже на то, как вели дела много-много лет назад. Давайте присядем и посплетничаем. Да, можно немного поболтать, а потом отведать вина. Точно. Итак, у вас есть два вида миндаля. Да, оба вида привезены из Испании. Те, что более длинные, это валенсийский миндаль. А вот это миндаль маркона. Он более ценный, так как в нем большее количество масел. И вкус у него совсем другой. Интересно. То есть этот вид более богатый? Да, более масляный. А вот эти орехи просто великолепны. У них более насыщенный вкус миндаля. Да. Думаю, эти орехи отлично подойдут для блюд итальянской кухни. У них очень насыщенный вкус. Да, именно поэтому мы их и импортируем. Многие рестораны заказывают их у нас. А соленый миндаль маркона часто используется как закуска к вину. Для этого он идеально подходит. Мне сложно видеть, что люди абсолютно не интересуются тем, что они едят. Но в последнее время все больше внимания стали уделять сезонной пище. Люди стали задумываться, что, наверное, неправильно есть томаты зимой. Согласен. Если бы Бог хотел, чтобы мы ели помидоры зимой, он сделал так, чтобы они росли, но ведь они не растут. Я люблю приходить к вам не только потому, что вы угощаете меня бокальчиком вина, но и потому, что у вас всегда есть что-то новое и интересное. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Единственная проблема с посещением Уэнди это то, что я всегда набиваю у нее желудок. Просто не могу остановиться. Вооружившись миндалем Маркона, я могу вернуться к начинке для пудинга. Нужно слегка перемолоть орехи, но не слишком мелко. Вот так. Теперь берем яйца и отделяем белки от желтков. Добавляем сахар и перемешиваем желтки с сахаром. Теперь приступим к белкам. Вот так. Перемешиваем. Сюда я добавляю миндаль. Начинка для пудинга готова. Нужно просто размазать джем по всей поверхности. Я обожаю этот пудинг. Его можно подавать со сливками или даже с мороженым. Оно будет таять рядом с горячим пудингом. Но если после мяса в горшочках кому-то будет даже сложно подумать о том, чтобы попробовать пудинг, нужно подать его порезанным на кусочки к чаю. Я уже поставил в духовку противень, который будет подогревать пудинг снизу. А это значит, что тесто будет находиться непосредственно в контакте с жаром духовки. Нам понадобится всего полчаса, чтобы появилась золотистая корочка, а внутри пудинг оставался мягким и плотным. Я хочу поскорее его попробовать. Пришло время взглянуть на наш стол. Сначала мы подадим брокколи на пару, заправленную сливочным голландским соусом из креветок. Посмотрите на наш картофель в горшочке. У него просто идеальная золотистая корочка. А мясо получилось таким нежным, что просто тает во рту. Если после всего этого у вас еще останется место в желудке, то пудинг с хрустящей корочкой и сливовым джемом станет отличным завершением этой невообразимой трапезы. Сегодня насладиться этим великолепием вкуса вместе со мной пришли эксперт по орехам Уэнди и ее дочь Камилла, а также организатор фестиваля слив Хиллари. Это действует и очень вкусно. Очень ароматное блюдо. Очень вкусная домашняя еда, неповторимые ароматы. Следующее блюдо. О, выглядит просто великолепно. Это наш миндаль, Уэнди. Многие англичане никогда не слышали о миндале Маркона. Но самым главным откровением для меня стала информация о том, что миндали слива принадлежат к одному семейству. Да, это так. Определенно, вы положили сюда свежие сливы. Да не может этого быть, я в этом уверенна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова